Ребята, всем привет! Сегодня поделюсь с вами просто лучшим рецептом тортика пьяная вишня. Итак, для бисквита нам понадобится 6 яиц, 150 грамм сахара, щепотка соли, 150 грамм муки и 30 грамм какао. Все ингредиенты для бисквита можно взбивать как ручным миксером, так и с помощью кухонной машины. Мы все яйца разбиваем в глубокую емкость, добавляем сахар, щепотку соли и взбиваем до пышной светлой пены. На это уйдет примерно 7-8 минут. Вот такая густая, пышная, светлая пена у нас должна получиться. Теперь мы просеиваем муку вместе с какао. И аккуратно перемешиваем все венчиком движениями сверху вниз. Вот такая консистенция должна получиться. Лучше всего использовать разъемную форму для выпечки диаметром 18-20 см и дно обязательно застилаем пергаментной бумагой. Бока и дно формы обязательно хорошенько смазываем сливочным маслом. Переливаем тесто в форму и выпекаем в разогретой до 165 градусов духовке. У меня режим верх-низ плюс обдув. Примерно 50-60 минут. Готовность мы проверяем деревянной шпажкой. Она должна выходить сухой из центра бисквита. Бисквита я даю полностью остыть в духовке с приоткрытой дверцей. После этого вынимаем бисквит из формы и за счет того, что мы смазали ее маслом, он очень легко выходит. И точно так же легко отходит пергамент. Бисквит получается очень воздушным и влажным. Теперь срезаем верхушку. Я для этого использую кондитерскую струну. Еще раз покажу вам, какой бисквит получается внутри. Он очень пористый и сочный. Нашу форму застилаем новым пергаментом и возвращаем в нее бисквит. Вынимаем из него сердцевинку так, чтобы получилась такая коробочка. Остались только дно и бортики. Полученную сердцевину бисквита перетираем руками так, чтобы получилась крошка. А в итоге получится вот такое основание для нашего тортика. Для начинки нам понадобится 400 грамм замороженной вишни. Я ее предварительно разморозила. 150 грамм молочного шоколада, 100 грамм сливочного масла, 100 миллилитров сгущенки и 100 миллилитров ликера. Я использую сливочный бейлис. По глубокой емкости соединяем шоколад, сливочное масло, сгущенку и ликер. И теперь убираем все это в микроволновку, чтобы масса растопилась и стала однородной консистенцией. Я убрала на 1 минуту при максимальной мощности. Сливочное масло до конца не растопилось, но когда я перемешивала все ингредиенты, в итоге оно растопилось и все стало однородной консистенцией. Из размороженной вишни сливаем практически весь сок. Он нам понадобится для пропитки. А оставшуюся вишню и часть сока добавляем к нашей начинке и хорошенько все перемешиваем. Теперь сюда же добавляем крошку из бисквита и снова тщательно все перемешиваем до однородной массы. Вот такая начинка в итоге у нас получается. Теперь получившуюся нашу начинку перекладываем в форму из бисквита, который мы подготовили ранее и хорошенько все утрамбовываем. А верхушку от бисквита мы пропитываем вишневым соком, который мы специально для этого оставили заранее. Я прям очень хорошо ее пропитала всем оставшимся соком от вишни. Накрываем верхушкой наш тортик, плотно прижимаем и убираем в холодильник, пока будем готовить глазурь. Для этого нам понадобится 200 грамм молочного шоколада, 100 грамм обжаренных орешков, в оригинале используются грецкие, но я использовала смесь из разных, и также 40 мл растительного масла. Шоколад разламываем на маленькие кусочки и растапливаем в микроволновке, либо на водяной бане. Я всегда растапливаю в микроволновке, для меня это самый удобный способ. Я отправляю на 30 секунд при максимальной мощности, затем достаю, перемешивая и снова убираю на 30 секунд. И так 3-4 раза, пока масло не станет однородной. К растопленному шоколаду мы добавляем растительное масло и хорошенько все перемешиваем. Теперь добавляем измельченные обжаренные орешки и снова хорошенько все перемешиваем. Теперь наш тортик нужно покрыть глазурью. Для этого стол я застилаю пищевой пленкой, в центр ставлю стакан, а сверху блюдце, которое меньше, чем диаметр нашего тортика. Сверху ставлю тортик и получается вот такая конструкция. И теперь обильно поливаю глазурью наш тортик. Чтобы она равномерно распределилась по всему тортику, я помогаю себе лопаткой и также собираю оставшуюся глазурь из пищевой пленки. Убираем наш тортик в холодильник на 3-4 часа, но, конечно же, лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался. В итоге получается у нас вот такая красота. Тортик получается очень влажным, сочным. В общем, перед таким десертом не устоит просто никто. Поэтому обязательно сохраняйте рецепт и готовьте. Буду ждать ваших отзывов. Всем приятного аппетита! ПОДПИШИСЬ!